В Центре детского творчества состоялось августовское совещание педагогических работников города Кумертау. Целью таких совещаний является подведение итогов работы и определение основных задач на предстоящий учебный год. Министр ЖКХ Республики Сергей Афонин в своем докладе рассказал присутствующим о перспективных направлениях работ в сфере образования в Башкортостане. В Кумертау с 1 сентября откроют свои двери 12 школ, 23 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. В новом 2014-2015 учебном году школьников ждет ряд нововведений. С 1 сентября вводится норма ГТО. Это то, что ожидает всех наших школьников с 1 по 11 класс. Затем с 1 января 2015 года должны повсеместно применяться электронные учебные пособия. У нас уже есть электронные учебники, но я хочу сказать, что этого недостаточно. Конечно, здесь и качество работы преподавательского состава должно измениться, потому что электронное образование – это более высокая ступень. Мы хотим создать в этом году консультационные центры и для учеников, и для учителей. Эти центры будут созданы на базе таких школ – гимназия, первая школа, третья школа, десятая школа. Каждая школа хороша по-своему. Я думаю, что и для других школ найдется применение, чтобы показать и свои знания, и свой талант. На совещание основное внимание уделяли сокращению неэффективных расходов. Благодаря проделанной работе этот показатель в сфере образования в нашем городе равен нулю. После завершения августовского совещания все его участники отправились в школу номер 3. Здесь состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки. Строительство велось за счет благотворительных средств в рамках всероссийской социальной акции «Газпром детям». Данная спортивная площадка, я хочу сказать, еще раз напомню, что это уже вторая спортивная площадка, которая построена и запущена в эксплуатацию в этом году, позволяет заниматься всеми видами, в том числе и игрового спорта. Это и футбол, и баскетбол, и волейбол, и теннис, а также можно играть в хоккей и кататься на коньках, просто кататься на коньках в зимнее время года. На этой площадке смогут заниматься дети любого возраста, собственно, так же, как и взрослые. После торжественной части состоялся товарищеский матч по мини-футболу между школьниками. Владимир Прищепа, Юлия Чубарова, Денис Тихонов. Новости.